Судьбе нашей Mazda 3 можно позавидовать Новой эта машина продавалась в огромном количестве Очереди стояли месяцами Неудивительно, что при такой популярности нового автомобиля И поддержанных вариантов на рынке предостаточно Выбор действительно большой, и это плюс Но машина давно попала в разряд бюджетных И не всегда должным образом обслуживается и эксплуатируется И это минус Для многих автолюбителей покупка новой матрешки А именно так ласково называли в народе эту машинку Была хорошей альтернативой покупке BMW Которая, безусловно, более дорогая А Mazda 3 сочетает также в себе некий налет спортивности и утилитарное удобство В 2003 году после долгой и славной истории 323, 626 и других моделей Компания Mazda пошла на кардинальные изменения Из прежних названий было выброшено все лишнее В результате модель стали называть просто и лаконично Мазда 3, Mazda Axel в Японии Новинку начали выпускать в двух типах кузова Пятидверный седан и хэтчбэк Гамма моторов для российского рынка состояла из двух четырехцилиндровых бензиновых четверок Объемом 1,6 и 2 литра Мощностью 105 и 150 л.с. соответственно Модификация 1,6 была доступна с пятиступенчатой механикой или четырехдиапазонным автоматом Первые три года Mazda 3 с мотором 2 литра комплектовалась только пятиступенчатой МКПП В 2006 году произошел небольшой рестайлинг Из технических новинок устаревшую трансмиссию заменили на шестискоростную А с 2008 года появилась альтернатива ручной коробке в виде пятиступенчатой АКПП Для любителей погорячее в 2006 году появилась заряженная версия Mazda 3 МПС Под капотом которой разместился турбомотор 2,3 литра, выдающий 260 л.с. По рулевому управлению есть одна серьезная неисправность Это проблемы с усилителем руля Причем встречались они как с гидравлическим, так и с электрическим усилителем По этому поводу даже была отзывная компания На машинах с гидравлической системой мог выходить из строя насос гидроусилителя руля Собственники говорят, что срабатывала защита от перегрева На машинах с электрическим усилителем руля Сбои в работе электроники заставляли систему выключаться И в том и в другом случае обычно подобные сбои происходят после долгого стояния, например, в пробке То есть долгой работы машины где-то на уровне холостых оборотов Сигналом для беспокойства служит, ну, во-первых, потяжелевший руль А во-вторых, индикатор на панели приборов Кстати, у дилеров по ВИН-номеру вы можете проверить Проходила ли ваша машина через отзывную компанию Оба мотора у этого автомобиля и 1.6 и 2 литра Это гордость производителя, радость собственников И пустой кармашек у сервисменов Двигатели особого внимания к себе не требуют Но стоит не забывать регулярно менять расходники А также цепь ГРМ вместе с натяжителем Топливный фильтр у этого автомобиля находится внутри бензонасоса И меняется, соответственно, только вместе с ним По крайней мере, так рекомендуют опытные сервисмены Получается, что здесь топливный фильтр стоит менять только по мере выхода из строя бензонасоса А цена удовольствия 10500 рублей При хорошем обслуживании эти моторы ходят и по 200 тысяч километров И даже значительно больше Однако же, когда вы покупаете такой автомобиль поддержанным Обязательно пройдите на нем хорошую диагностику Дело в том, что как раз-таки доброе имя и надежность этих силовых агрегатов Иногда служит им нехорошую службу Многие собственники считают, что раз уж мотор такой надежный То можно его особенно и не обслуживать На их век все равно хватит И пренебрегают регулярным периодическим ТО Автомат надежен и вынослив А вот пятиступенчатая механическая трансмиссия При пробеге ближе к 100 тысячам может не позволить выбирать передачи В основном третью и четвертую Спортивный нрав этих автомобилей, особенно с двухлитровым мотором Иногда заставляет синхронизаторы механической коробки передач Достаточно быстро выходить из строя В салоне этого автомобиля со временем появляются сверчки Несмотря на благородное японское происхождение Дело в том, что пластиковые панели жесткие Подвеска также жесткая Со временем машина подскакивает на каждой кочке И получается, что панели друг об друга трутся И возникают вот эти вот звуки трения Которые водители-пассажиры прекрасно, к сожалению, слышат Именно жесткая спортивная подвеска и острое рулевое управление В паре с яркой внешностью, намекающие на спортивность Особенно у хэтчбека Были основными мотивационными факторами у молодежи для покупки этого авто Вот как раз такие машины в поддержанном варианте Покупать нужно с большой осторожностью Горячая кровь молодого поколения автолюбителей иногда кипит И водители не очень бережно эксплуатируют свою машину Подвеска у Mazda 3 имеет достаточно редкую конструкцию Для автомобиля сегмента C Впереди здесь Макферсон, а вот сзади многорычажка Вот это и есть необычность Так вот, эта подвеска очень схожа с подвеской Форда Фокуса С одной стороны, в этом есть минус Болячки от Форда Фокуса передались и этой машине А с другой стороны, есть плюс Большинство запчастей от Фокуса подходят и сюда Из распространенных запчастей практически все взаимозаменяемые с Фокусом Разве что за исключением стоек Ну, это на руку тем владельцам, которые собрались перебирать подвеску в ближайшем времени Удастся сэкономить, если использовать запчасти от Фокуса По надежности запчасти от Фокуса ничем не уступают Они так же, как и Маздовские, в основном ходят порядка 100 тысяч километров пробега Так что вполне можете их использовать У ступичных подшипников Мазды обычно ресурс поскромнее сотни Они начинают гудеть ближе к 60 тысячам километров Думаю, что подшипники ступиц проживут подольше, если ездить спокойно Скорее всего, они раньше выходят из строя Из-за того, что собственники этих машин любят позажигать То есть на большой скорости резко входить в повороты Машина это позволяет Она на дороге чувствует себя уверенно А вот из-за смены угла направления усилия Подшипники ступиц как раз-таки и страдают Стойки и втулки стабилизатора Это 40-50 тысяч километров пробега А вот сайлент-блоки рычагов живут чуть-чуть дольше 60-70 тысяч При периодическом обслуживании Обращайте внимание, не расслабились ли нижние крепления Стабилизатор поперечной устойчивости Ну а если вы этого делаете не сами Что в большинстве случаев и происходит То просто попросите, чтобы мастера на это обратили внимание К 50-70 тысячам могут выйти из строя задние амортизаторы И это плата за короткоходность подвески И отличную управляемость автомобиля Общий вывод по этой машине такой Если вы нашли автомобиль от спокойного собственника В прекрасном состоянии Если тот, кто ездил до вас на этой машине не зажигал То больше 100 тысяч бед не будет И в принципе, покупая новые запчасти Хорошего качества Вы можете рассчитывать на то, что еще 100 тысяч они будут ходить Если вы спокойный ездок Если же вы любите позажигать То невозможно предсказать ресурс деталей этой подвески Можно сказать лишь одно Что ни один из агрегатов здесь обычно меньше 30 тысяч не ходит У большинства автомобилей от модели к модели Постепенно снижается толщина стекол Что не может не исказываться на их прочности Остекление некоторых современных машин Является причиной недовольств их владельцев И Мазда не исключение Понятно, что эти меры позволяют автопроизводителям Сэкономить на материалах Но даже несильное попадание камня в стекло Это зачастую трещина или неприятный скол Противотуманные фонари от перепада температур Растрескиваются Конечно же, собственники могут не включать их в мокрую, сырую погоду, а также в туман Но для чего они тогда нужны? С металлом у Мазды стоит обходиться нежно Дело в том, что он достаточно тонкий, как и у многих иномарок Получается, что здесь вмятину и царапину, а порой и то, и другое сделать очень легко Зато металл оцинкованный и коррозии он долгое время не подвержен И даже если царапина у вас появится При условии, конечно, что кузовной элемент родной, качественный Или, если даже крашеный, то крашеный хорошо Ржавчины не ждите В покупке поддержанной машины распространенной марки модели Всегда есть свой большой плюс Эту машину легко обслужить Запчастей полно Причем при желании сэкономить вы можете купить и неоригинальные, и поддержанные Например, оригинальные передние тормозные колодки 3700 рублей Колодки Ford 2350 Неоригинал от 700 до 1500 Задние колодки в оригинале 3200 рублей Fordовские 2200 Неоригинал можно купить от 800 до 1700 рублей Родные передние тормозные диски 3600 рублей за штуку Неоригинальные от 1250 до 2200 рублей Задние тормозные диски 3280 за оригинал Неоригинал от 900 рублей до 1500 Оригинальные передние амортизаторы 5500 рублей штука Неоригинал от 1700 до 2200 рублей Первые трешки угоняли, поэтому очень внимательно проверьте историю той машины, которую вы выбрали. Сейчас этот автомобиль из зоны интереса угонщиков вышел. Другой аспект, на который обязательно стоит обратить внимание, это качество и чистота обслуживания у этой машины. Дело в том, что владельцы таких автомобилей, особенно с двухлитровым мотором, очень любили погонять. И, как я уже говорила, такую машину обязательно стоит покупать только через диагностику. Краш-тест Мазда 3 по системе Евро-НСЕП проводился в 2006 году. За защиту водителя и переднего пассажира при лобовом столкновении автомобиль получил 4 звезды, так как конструкция приборной доски представляет опасность получить травмы коленей. За защиту детей – 3 звезды. Детское кресло, направленное против хода движения, не может быть закреплено на переднем сидении. Оценка за защиту пешеходов – всего 2 звезды. К покупке такой машины стоит подходить с бюджетом в 300 тысяч рублей. Если это будет Мазда 3 с мотором 1.6, механической коробкой передач первых годов выпуска, то в этом бюджете это будет вполне нормальный автомобиль. Если же вы хотите, чтобы машина была с автоматом, либо она была помоложе, то, скорее всего, бюджет должен быть повыше, либо машина будет в плачевном состоянии. Бюджет в 350-370 тысяч рублей позволит вам купить хорошую машину как на автомате, так и на механике. Субтитры подогнал «Симон»